МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телерадиокомпания Крымский экран, программа «Диалогиум». Сегодня мы поговорим о проблемах, которые волнуют жителей Крымского района. Накануне в течение нескольких дней в нашей студии работал телефон горячей линии. Многочисленные вопросы, что поступили к нам в редакцию, мы передаем главе муниципального образования Анатолий Владимирович Разумеев у нас в гостях. Здравствуйте, Анатолий Владимирович! Очень рада вас видеть. И наш первый вопрос от наших телезрителей. Вопрос от жителей дома номер 145 с улицы Адагумская. Анна Федоровна Никичек, председатель ТСЖ, говорит следующее. Наш пятиэтажный дом был под наводнением. Очень долго ждали денег на ремонт. И вот 29 ноября нам объявили, что выделили 2 миллиона 600 тысяч рублей. Однако уточнили, что эти деньги пойдут только на ремонтные работы и плоскую крышу. Во-первых, они не согласны на плоскую крышу, говорит Анна Федоровна. Все устанавливают шатровую, она, дескать, удобнее, надежнее. Просят тоже им установить шатровую крышу. Во-вторых, просят учесть, что жильцы сами отремонтировали проржавевшую отопительную систему в их доме. Но это на тот случай, чтобы деньги не были списаны и на эти работы. На самом деле я хочу сказать, пользуясь сегодня случаем, наверное, нужно от всех крымчан, особенно жителей тех многоквартирных домов, которые сегодня уже отремонтированы, сказать спасибо нашему губернатору Александру Николаевичу Ткачеву, потому что это была его инициатива выделить средства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. В общей сложности уже сегодня только в городе Крымске выполнена работа на сумму более 100 миллионов рублей. И, конечно, понимая сегодня состояние многоквартирного жилого фонда, даже этих денег сегодня не хватает на то, чтобы в полной мере, в полном объеме выполнить вот те все проблемы. Конечно, когда формировались сметы, когда готовились планы по проведению капитального ремонта, учитывались, конечно же, и мнения жителей. Но в то же время вместе со специалистами проводилось обследование всех коммуникаций, состояния общедомовых территорий, кровли, фасадов, отмостки, инженерных коммуникаций. И сегодня, конечно, исходя из той финансовой возможности, которую мы на сегодняшний день имеем, и формировался план тех мероприятий, которые мы сегодня будем выполнять. Эта программа была разбита на три этапа. Первые два этапа сегодня уже практически завершены. Подрядчики дорабатывают и сдают уже нам, заказчикам, свои выполненные работы. А третий этап, действительно, вот несколько дней назад было подписано соглашение с Министерством жилищно-коммунального хозяйства, администрацией Краснодарского края. Нам выделены средства на проведение капитального ремонта по третьего этапа. И мы уже сейчас приступили к работам, но я думаю, все прекрасно понимают, что на улице не мая месяц, и мы, конечно, идем не в лето, а идем в зимний отопительный период. Поэтому мы в первую очередь сегодня выполняем те работы, которые бы могли позволить провести более благоприятный и комфортный зимний период. И, конечно же, повысили экономическую эффективность или в целом эффективность работы коммунального хозяйства. На следующий год с наступления благоприятных погодных условий эти работы будут возобновлены, они будут продолжены и будут выполнены в полном объеме. Что же касается качества выполненных работ, наверное, вот именно сегодня впервые здесь практикуется такая практика, когда решение принимается не просто главой города или главой района, или руководителем жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня практически все решения по проведению капитального ремонта проводятся с учетом мнения жителей. Глава города сегодня практически еженедельно проводит рабочие встречи, совещания, куда приглашаются представители ТСЖ, старшие на квартирных домов, а также руководители, представители управляющей компании, где озвучивается та сумма денежных средств, которая выделена на проведение капитального ремонта, ну и потом, соответственно, комиссионно принимается решение. Спасибо. Следующий вопрос от Шевченко Таисии Леонидовны из города Крымска, которая живет по улице Советской в доме номер 249. Во дворе многоэтажного дома по указанному адресу отсутствует детская площадка. Говорит, что обещали, но так ничего и не сделали. Так когда же будут выполнены вот обещания? Ну, вы знаете, я думаю, жители города Крымска сегодня реально оценивают то состояние дворовых территорий и наличие той спортивной и детской игровой базы, которая есть сегодня на многоквартирных домах. Конечно, это не оправдание и нельзя сегодня сравнивать с тем, что есть. Нужно сегодня стремиться к тому, что должно быть. Но надо отдать должное, к большому сожалению, у нас сегодня нам особенно даже похвастаться нечем и нет того достойного примера, который можно было привести как положительного, как должно быть на дворовой территории. Потому что, по большому счету, сегодня ни одна внутридомовая территория, которая расположена в многоквартирных домах, она не соответствует тем требованиям, которые сегодня предъявляют жители. Это, конечно, безусловно, уличное освещение, это заасфальтированы, обустроены пешеходные дорожки, подъездные пути, сама дворовая территория. Должны быть обустроены места досуга, отдыха жителей многоквартирных домов. Это парковочные места, белевые веревки, а также, как вы сейчас сказали, детские игровые и спортивные площадки. Такая программа сегодня в городе принята, она утверждена, но понятно, что за один год ее полностью реализовать нельзя. Поэтому на следующий год мы продолжим работу по установке детских аттракционов, малых архитектурных форм и спортивных площадок на территории многоквартирных домов, на внутридомовой территории многоквартирных домов. Что же касается обращения по данному адресу, то, безусловно, мы его сегодня запишем, вы мне передадите этот адрес, я его передам главе города, и уже в январе месяце мы будем окончательно утверждать программу на 2014 год. И, безусловно, этот вопрос будет учтен при формировании и утверждении программы на 2014 год. Спасибо. Карпакова Николая Леонидовича беспокоит состояние перекрестка маршала Гречка и Крестьянской. Проживает он по адресу Крестьянская, дом 22. В этом районе при небольшом дождении пройти, и вода стоит во дворах домов. Николай Карпаков неоднократно обращался в администрацию, говорит, что действий пока нет, просит посодействовать в решении этого вопроса. Проблема существует уже более 30 лет. На самом деле, сегодня сама улица маршала Гречка находится не в совсем удовлетворительном состоянии. Если вы обратили внимание, то мы в этом году эту улицу начали, первый этап реконструкции этой улицы, вообще планируется эту улицу отремонтировать капитально, с обустройством бордюров, систем ливня отведения, это расширение уличнодорожного полотна, а также высадка зеленых деревьев, зеленых насаждений. Что же касается данного переулка, то обязательно в течение следующей недели специалисты районной администрации и городской администрации выйдут туда, на месте разберутся, и, конечно, примут меры для того, чтобы выполнить хотя бы вот сейчас, при данных погодных условиях, отсыпку и то возможное ливне отведение, которое вот в условиях сегодняшнего времени можно будет сделать. А перспектива этой улицы, конечно, это проведение в дальнейшем капитального ремонта. Спасибо большое за исчерпывающий ответ. Николай Леонидович, я думаю, будет доволен. Следующий вопрос нам адресует Селютин Владимир Павлович, село Молдаванское. В последнее время в Крымске активизировалась работа по выявлению нарушений парковки. Часто работников администрации, полицейских, которые наказывают водителей, можно увидеть вблизи стоматологии центрального рынка. Ведь там нет рядом парковочных мест. Приезжая на рынок или по делам в город, людям машину действительно поставить негде. Небольшую территорию около рынка перед Югинвестбанком занимают нелегальные таксисты, то есть бомбилы. Тех, кто покушается на их места, они гонят, угрожают и обкладывают нецензурной бранью. Считаем, что прежде нужно навести порядок, предоставить место для парковки всем гражданам с учетом потребности населения. Около рынка, в центре, а уже потом требовать соблюдения правил. Вот такую мысль высказывают телезрители. Ну, вы знаете, в какой-то степени, наверное, телезрители безусловно правы. Мне кажется, что эту работу нужно проводить параллельно. Вы знаете, если сегодня будет отсутствовать какой-то специфический дорогостоящий препарат, но при этом будет возможность оказания медицинской помощи остро нуждающим с использованием подручных средств или выполнение каких-то манипуляций возможных, возможных, то нельзя же ссылаться на то, вы сначала привезите препарат, а потом мы будем делать это. Точно так же и здесь. Я убежден, что если даже мы и сегодня выполнили все те работы, которые нами запланированы по обустройству и обустройству парковочных мест, даже то количество транспортных средств, которое заходит сегодня и заезжает в центральную часть нашего города, при таком соблюдении правил парковки, оно не позволит ее в полной мере обеспечить. Что касается стоматологии, то я здесь могу полностью не согласиться, потому что напротив стоматологии максимум стоит 4-5 машин, не более. При этом по улице Пролетарской, пускай даже это не обустроенные парковочные места, но напротив музея по улице Пролетарской, вплоть до улицы Демьяна Бедного, там проезжая часть достаточно широкая, она в асфальтобетонном исполнении, и там припарковать машину гораздо удобнее, и вместе с тем эти машины не создают препятствий и не нарушают правила безопасности дорожного движения, но и самое главное, не усугубляют санитарное состояние наших улиц и проезжей части. Но при этом, конечно, надо порядка 30-50 метров пройти пешком. А когда машина останавливается напротив стоматологии, то она, если вы обратите внимание, они же, как правило, 3 из 4 заезжают на клумбу, после этого, особенно сейчас, в неблагоприятных погодных условиях, выезжает вся эта грязь за колесами, за резиной, тащится по улицам. В результате, конечно, и то санитарное состояние, в котором находятся наши улицы. Что касается территории центрального рынка, это улица Синева, и со стороны улицы Ленина, со стороны улицы Вишневой, то, да, к сожалению, мы не успели в этом году выполнить все работы по обустройству парковочных мест, но они будут выполнены уже в ближайшее время. Я думаю, что в первом квартале, но не позже мая месяца следующего года, эти работы по обустройству парковочных мест будут сделаны, тем более уже полностью утвержден проект, найдено архитектурное решение, как это делать. Но, опять-таки, я хотел бы сказать, что сегодня надо работать вместе параллельно. Я вот пользуюсь случаем, обращающихся к собственникам трассовых средств, к жителям, которые приезжают на машинах, туда, но, конечно, нужно сегодня в том же время. Да, не хватает парковочных мест, да, они сегодня не до конца обустроены, но это ни в коем случае не дает право каждому из нас нарушать правила парковки. Если вы обратите внимание, по той же улице Синева, но улицы стоят в хаотичном состоянии. Вот кто как захотел, так и поставил. Вот кто как подъехал, так машину и бросил. И там, где, может быть, стало бы 3-4 машины, собственно говоря, стоит 2. Поэтому проблема правильная, вопросы, критика принимается, она совершенно справедлива и закономерна. Мы этот вопрос знаем, мы будем его отрабатывать, решать. Но опять-таки, повторяюсь, я обращаюсь ко всем собственникам транспортных средств, также соблюдать правила парковки на улицах нашего города. Тогда все будет в порядке. Спасибо большое. Татьяна Ивановна Черкова проживает по улице Новаторов. Ей и ее близким приходится часто ходить по улице Троицкой в районе бывшего правления колхоза имени Ленина. После наводнения там так и не восстановили мост через реку Адагумы до центральной улицы. Она ходит по окружной дороге, когда восстановят мост в районе бывшего колхоза Ленина. Ну, на самом деле, наверное, это одна из самых проблемных тем, которая осталась у нас после наводнения. В общей сложности я уже неоднократно об этом говорил, хотя я прекрасно понимаю, что от этого никому не легче. Наводнением было смыто порядка 19 гидротехнических сооружений на территории нашего района и города, которые представляли из себя мосты, пешеходные в первую очередь мосты. Это и по улице Фадеева, это по улице Коммунистической, и по улице Адагумской, и по улице Коммунаров. И сегодня, к сожалению, там отсутствует такая возможность у людей ходить по той дороге, по которой они привыкли, которая для них удобна, которая для них привычна, и которая для них является короткой. И, конечно, наверное, если говорить о тех самых сложных и проблемных вопросах 2013 года, то, наверное, вопрос по обустройству пешеходных мостов, он на сегодняшний день есть, остается, наверное, самым сложным и самым нерешаемым. Поэтому на следующий 2014 год мы приняли решение, что мы продолжим работу по подготовке необходимой проектно-сметной документации на изготовление мостов. И к концу 2014 года все-таки постараемся выполнить работы по обустройству этих пешеходных мостов. Хотя хочу сразу сказать, что уже сделать эти мосты АБК и каким-то хозспособом уже не получится, необходимо будет готовить проектную документацию, проходить экспертизы и только после этого выполнять строительно-монтажные работы. Титова Наталья Владимировна обращается следующим вопросом к району маршала Жукова, в частности, в доме номер 16 Б нет горячей воды. В квартирах тепло, а вот воды как не было, так и нет, когда будет решена вот эта проблема. Ну, я знаю, что жители микрорайона маршала Жукова многоквартирных домов в прошлом году в период зимнего отопительного сезона наверное, больше всех страдали из-за того, что были перебои с подачей тепла, а практически горячей воды не было вообще. И вот исходя из этого, связи с тем, что там котельная, которая отапливает этот микрорайон, была практически полностью изношена, устаревшая, было принято решение строительства новой котельной. Котельная строилась на условиях софинансирования за счет средств городского бюджета и за счет средств краевого бюджета. На сегодняшний день там построена новая котельная, она введена в эксплуатацию и уже 16 ноября она начала полностью функционировать, отапливать. И насколько я знаю, что сегодня там осуществляется подача в том числе и горячей воды. Но если есть какие-то перебои, то я обязательно после нашего эфира разберусь, дам соответствующие поручения. Если там были какие-то проблемы, то они, безусловно, будут устранены. Потому что те работы, которые были выполнены по строительству новой котельной, они предусматривали, конечно, в первую очередь, качественной подачи тепла, ну и горячей воды, соответственно. Спасибо. Анатолий Владимирович. У нас есть также видео вопроса от жителей микрорайона Маршала Жукова. Предлагаю посмотреть. На наши дома, на улицу никто внимания не обращает. Дорога вся разрушена, дома все обшарпанные, крыши бегут. В общем, микрорайон принадлежит ремонту, дорогу сделать. Мы по этой дороге пенсионеры, ходим слепую. Пацана сбила, малолетнего, по этой дороге. Пускай сделает какой-то тротуарчик, чтоб люди шли не по дороге, а по тротуарчику. Я иду в потьмах. Не знаю, шибет меня машина или не шибет. В общем, много, много тут неполадков. Я бы хотела сказать за дорогу, которая ведет от микрорайона до вокзала. Это дорога наша, которой ходят ученики, люди, утром на вокзал, на работу. Тротуара совершенно нет. Ходят все в этих... Если идти по тротуару, нужно болотные сапоги одевать. И ходим вот там, где ходят все машины. А машины ходят сплошь. Невозможно. Я проходила 9 лет туда, и я ходила по дороге, потому что тротуаров у нас нет. Хотелось бы, чтобы администрация наша обратила на это внимание. И сделали нам тротуар вот этот вот. От микрорайона до вокзала. Там и школа, там и работа, там и все на свете. Пожалуйста. Ну что, тема достаточно больная. Сегодня практически вся маршала Жукова, она находится, относится к той категории улиц, или к категории территории, которую мы называем смешанных производств. Там сегодня находятся и квартирные дома, там сегодня находится и частный индексектор, в том числе там находится очень серьезная, развитая промышленная зона. Поэтому, конечно же, вот, наверное, часть проблем, которые существуют на территории данного микрорайона, они обусловлены в первую очередь тем, что там сосредоточены сразу несколько промышленных предприятий, промышленных зон, идет большой грузный транспорт, большой поток машин, соответственно, разбивается дорога, приходит в непригодное состояние. И, конечно, понятно, что особенно в зимний период там достаточно некомфортно и неудобно проживать и передвигаться. Значит, безусловно, сегодня нам ясно и понятно, что улица Маршала Жукова сегодня без тротуаров, ни по одной стороне нет тротуаров. Сегодня те предприятия торговли, которые построены, и общественное питание, которые работают вдоль практически всей улицы Маршала Жукова, но, к сожалению, они построены без учета каких-то общих принципов и правил благоустройства. Вот они строились, они вводили в эксплуатацию, но, к сожалению, ни один из собственников и владельцев этих заведений особо не задумывался, как же там рядом проходить, а как же там будут проводиться ливни отведения и так далее. И сегодня, на мой взгляд, улица Маршала Жукова, так же, как и Маршала Гречка улица, так же, как сегодня и Луначарского, как улица Советская, как улица Коммунистическая, как улица Кирова, улица Комарова, улица Карла Липных, это основные такие магистральные артерии, дорожные магистральные артерии нашего города, они требуют кардинальных изменений, кардинальных решений к своему состоянию. Значит, у нас сегодня уже, как я говорил в начале нашего диалога, принято решение по реконструкции нескольких улиц, в том числе и Маршала Жукова ходит. Мы на следующий год планируем приступить, так же, как и по Маршала Гречка, это будет обустройство улично-дорожного полотна, это прокладка тротуара, сегодня мы еще определяемся, по какой стороне будет наиболее целесообразно его сделать, в первую очередь, потому что с двух сторон у нас пока это не получится. Ну и, соответственно, будут выполнены мероприятия по внешнему благоустройству, озеленению и уличному освещению, потому что, вы знаете, сегодня в районе данного микрорайона строится социальный объект, плавательный бассейн, соответственно, туда пойдут дети наши, пойдут просто жители нашего города, будут приезжать, наверное, из других населенных пунктов, и, конечно же, эта территория заслужит особого внимания. Сегодня можно только извиниться. На мой взгляд, это произошло вот не в одночасье, это стало возможным в течение какого-то определенного времени, и сегодня нам нужно просто всем мобилизоваться, начиная от представителей бизнеса, торговли, транспорта, промышленности, которые работают там, имеют свой бизнес, безусловно, власти, местных жителей, частного сектора, и потихоньку начинать обустраивать ту территорию, на которой мы проживаем. Корпусенко Александр Николаевич из села Киевска, проживающий по улице Алексеенко, сообщил, что у них проблемы с подачей электроэнергии. Постоянные скачки напряжения, 220 вольт бывает редко. Подают 150, 120, 200, в общем, в таком диапазоне не выдерживают даже стабилизаторы, не успевают менять бытовую технику, писали письма в районную администрацию, обращались к электрикам, но так никто не решил проблемы. Обещали в четвертом квартале все сделать, но уже скоро квартал заканчивается, а нам в очередной раз сказали, что будут делать техусловия, и надо ждать еще как минимум 6 месяцев. Помогите нам, пожалуйста, когда будет сделан свет по нашей улице, качественно. Ну, на самом деле, речь идет не о уличном освещении, как понимаю, напряжении электрического, напряжение в электрической сети, и, к сожалению, у нас сегодня не только в селе экономическом, киевского сельского поселения, но, к большому сожалению, в ряде других населенных пунктов есть перебои стабильной подачи электрической энергии. Мы этим вопросом занимались и в период подготовки к отопительному сезону, и вот буквально вчера, когда выпал первый снег, и были первые ветряные шквалы, у нас было очень много аварий, было много отключений, и сегодня утром мы приглашали всех руководителей сетевых организаций, это и наши электрические районные сети, это и НЭСК, и сегодня только можно сказать одно, что вопрос по контролю за качеством электрической подачи, качественной подачи электрической энергии находится на ручном, можно так выразить, в ручном управлении, потому что сегодня сказать, что завтра мы поменяем трансформатор, или 10 километров линий электропроводов, это будет неправильно, мы, конечно, этого не сделаем, мы в течение практически всего этого года анализировали те аварийные ситуации, которые у нас случались, определяли пути их решения, и вот на сегодняшний день мы договорились и с компанией НЭСК, и с компанией районных электрических сетей, Кубанинерго, что вот в 2014 году за счет средств, инвестиционной составляющей, которые закладываются каждой компанией, будут выполнены работы по улучшению электроснабжения в тех населенных пунктах, где есть с ней перебои. Что касается села Экономическое, мы ко мне уже неоднократно обращались не только с улицы Алексеенко, и с других улиц обращались, там существует такая проблема, но договоренность у нас есть и с заявителями, которые приходили на прием, что в случае перебоев мы ждем звонка на горячую линию, то есть своевременной информации, и уже будем в ручном режиме стабилизировать там напряжение и управлять этим процентом. Потому что сказать, что завтра будут выполнены работы и 100% там станет напряжение 220, к сожалению, я такого сегодня сделать не могу, потому что тоже вопрос требует достаточно длительной технической проработки. Мухамедова Зейнат Юнуровна, проживающая в Крымске по улице Демьяна, Бедного 1, в квартире номер 48, говорит, что в доме у них есть свое ТСЖ, его председатель Слободенюк. Дело в том, что живет он на пятом этаже, где протекает крыша. Много раз обращались к ТСЖ, но так ничего и не делается, когда дождь, с потолка льется вода, просят помощи. Ну, на данный вопрос можно ответить так же, как я отвечал на предыдущий. Кроме того, я хочу сказать, еще раз повторить нашим зрителям, жителям города Крымска, что сегодня главой города Александр Ильич Мсимко принята практика. Он еженедельно собирает по понедельникам и средам планерки, совещания, куда приглашает руководителей управляющих компаний, старших многоквартирных домов, председателей ТСЖ. И там, непосредственно, в присутствии управляющих компаний, они рассматривают те проблемные вопросы, которые возникают в процессе взаимодействия между собственниками жилья в многоквартирных домах и управляющей компанией. Поэтому необходимо, может быть, даже воспользоваться такой возможностью прийти на это совещание, на эту встречу в городскую администрацию. И там в присутствии главы города, специалистов управления жизнеобеспечения районной администрации, а также представителей управляющих компаний эту тему обозначить. Я уверен, что она будет услышана и будет решена. Спасибо. Дальше у нас детский вопрос на повестке дня. Одни жители жалуются, что нет у них детских дворов, площадок, у других есть, но они им не нравятся, но вообще свойственно нашим людям возмущаться. Скачкова Любовь Николаевна, которая проживает в Крымске по улице Октябрьской 37 Литер-Л в микрорайоне Платан, говорит, что площадка детская у них травмоопасная. Два года назад установили железную квадратную лестницу, перекладина расположена над уровнем песка, дети ударяются, большое количество песка, во дворе разносит ветер, просят благоустроить детскую площадку и также предлагают высадить деревья на пустыре, которые находятся рядом с их домом. Ну, что касается данного вопроса, хочу сказать, что мне тоже сегодня не нравится то состояние внутридомовой территории микрорайона Платан. Мы начали в этом году строительство и закончили комплексной детской спортивной площадки на микрорайоне Платан. На сегодняшний день полностью разработана, утверждена, и весной мы приступим к реализации программы по озеленению данного микрорайона. Там будут высажены деревья, высажены кустарники, обустроены те зеленые зоны, которые сегодня не обустроены. Ну и, конечно же, мы в течение следующего года ставим перед собой задачу обустроить все территории детскими, спортивными, игровыми площадками. Они должны сегодня безусловно быть современными и, в первую очередь, конечно, нетравмоопасными. Ну, как один из примеров, это вот в центре, в нашем парке имени Тельмана мы сегодня начали монтаж детской площадки. Начали, конечно, с большим запозданием, потому что подрядчик нас подвел, был не выполнен контракт, пришлось расторгнуть, заключать его по новой. И вот сейчас эта площадка только поступила к нам, сегодня идет монтаж. Ну, вот примерно такие, такого качества, вот в таком формате детские площадки должны быть в каждой дворовой территории, и дети должны иметь возможность там играть и проводить свое время, а родители не переживать за здоровье и безопасность своих детей. Так что, на следующий год мы приступаем к обустройству микрорайона Платан, и думаю, что вместе с жителями, которые, безусловно, примут участие в проведении мероприятий по высадке деревьев, проведению субботников, наведении санитарного порядка, нам это сделать удастся. Спасибо. Возвращаемся к злободневному вопросу, к отопительному сезону. Черкасов Николай Алексеевич из села Киевского говорит, проживаем в селе Киевском, в двухэтажном доме по улице 40 лет Победы. Теплотрасса, по которой поступает тепло к нашему дому, не утеплена, трубы совершенно голые, поэтому, чтобы в квартирах было тепло, котлы включают на полную мощь. Все это отражается на наших платежах. В итоге, только за одно тепло платит человек 3800 рублей, пенсия небольшая и жить практически ни на что не остается. В нашем доме много пенсионеров и все они страдают. Мы уже обращались к компетентным службам и к местным властям, но поддержки пока нет. Сколько можно отопить улицу за наш счет, спрашиваете ли вы? Согласен. Эта проблема сегодня у нас в районе существует. Перед самым началом отопительного сезона и в период подготовки мы проводили неоднократно рабочие встречи, совещания, где рассматривался вопрос по утеплению теплотрасс, их изолированию и подготовке к отопительному сезону. И ссылаясь на финансовые трудности, проблемы, наша компания Экострой, которая обслуживает практически все котельные на территории нашего района, они постоянно нас кормили завтраком и обещали, что эта работа до 1 декабря будет выполнена. Сегодня мы видим и мы понимаем, что те объемы, которые они обещали в полном мере не выполнены. Мы сегодня утром провели заседание комиссии, на которой было принято решение, если в течение этой недели эта компания не приступит к работам по утеплению теплотрасс, значит, мы, соответственно, примем меры, будем обращаться и в прокуратуру, и в жилинспекцию, другие компетентные органы, которые позволят нам все-таки сподвигнуть эту компанию на выполнение работ по утеплению теплотрасс. Ну и как крайний вариант или крайняя мера, которую мы вынуждены будем, наверное, предпринять, мы сегодня также имеем договорные отношения с этой компанией и оплачиваем порядка 10 или 12 миллионов за потребление тепловой энергии для наших объектов социальной инфраструктуры, социальной сферы. Соответственно, если ими не будут выполнены эти работы, значит, мы обеспечим выполнение этих работ за счет собственных средств, ну а затем уже в судебном порядке будем удерживать с них те денежные средства, которые на выполнение этих работ будут потрачены. Спасибо. Бухлова Вера Ивановна, проживающая в Крымском микрорайоне Плотан, улица Октябрьская, дом 37, литер L. В подъездах нашего дома ломаются счетчики. В управляющей компании требуют, что мы сами за свои деньги покупали новые. Стоит, однако, это 700 рублей. Многие уже не раз меняли, естественно, за свой счет. Правомерно ли требование управляющей компании такое вот к жильцам? На самом деле взаимоотношения между собственниками жилых помещений, многоквартирных домов и управляющей компанией обговаривается и все это вносится в договорные отношения. То есть, если сегодня в договоре на обслуживании многоквартирных домов между собственниками и управляющей компании прописан пункт, что данные счетчики должны меняться за счет средств собственников жилья на квартиру, значит, это должно делаться за счет средств собственников. Если прописано иное, значит, тогда это должно делаться по-другому. Я в порядке контроля тоже этот вопрос для себя обозначу, и завтра мы его изучим, и тогда более детально Вере Ивановне на этот вопрос ответим. Спасибо. Видео-вопрос для вас просит передать Александр Викторович Первушин о своей проблеме, и он расскажет сам. Ситуация у меня такая. 15 февраля этого года я заплатил авансом за весь год Юг-Водоканал. Юг-Водоканал 1 апреля переименовали в Крымский водоканал. И та же служба осталась на том же юридическом, и по всем же телефонам, и по всем же реквизиты остались те же. Но далее произошло непонятное. Мне приносят уже в ноябре долг, который я должен погасить. Счета Юг-Водоканала арестованы. И я теперь должен заплатить за уже оплаченную воду второй раз. Досудебное предупреждение, подписанное Бельмясова, не разобравшись, не вызвав меня, досылают мне как инвалиду. В общем-то, досудебное разбирательство ни к чему. Я хочу, чтобы на местном уровне разобрались. Александр Ильич, конечно же, мы с вашим вопросом обязательно разберемся. На самом деле, я хочу нашим телезрителям пояснить, что в начале этого года была очень серьезная ситуация, связанная с водообеспечением и ливнеотведением на территории, в первую очередь, нашего города. И вот тогда было принято решение о создании нашего муниципального предприятия «Крымский водоканал» и передачи всего имущества для производства работ по оказанию услуг подачи воды и организации ливнеотведения с территории нашего города. Конечно, произошла смена предприятий, произошла смена счетов. И, возможно, здесь произошел какой-то юридический казус, в результате которого возникло то претензионное требование, которое было вам предъявлено. Поэтому, безусловно, мы разберемся с вашим обращением, с вашим вопросом. И, конечно же, дважды за уже оплаченную воду вам платить не придется. Достоевская Елена Александровна, проживающая в Крымске по улице Шевченко, адресует следующий вопрос. По нашей улице Шевченко сделали мостик, но при этом все вокруг, ну, как говорится, разворотили. Теперь вода идет по улице, а к новому мосту невозможно подойти. Вечером и вовсе можно провалиться, так как нет уличного освещения. Ближайшие фонари только на улицах Синевой и Горной. Просим исправить ситуацию и установить хотя бы один фонарь около моста. Анатолий Владимирович, мы приглашаем вас к нам на улицу, чтобы вы лично убедились в неудовлетворительной работе службы. Значит, я обязательно во вторник на следующей неделе побываю на этой улице, встречу с жителями, и там непосредственно на месте мы прием решение по обустройству и установке фонаря. Кочетова Марина Александровна, жительница Крымска, проживает по улице Коммунистическая, 2. Говорит, в нашем доме с приходом экостроя пропала горячая вода, и у нас стоит бойлер. В прошлом году температура в бойлере была до 50 градусов, до нас доходило всего 30. С включением второго котла в бойлере температура 59-61, а в кранах всего 38. Для того, чтобы принимать душ, нужно хотя бы 46 градусов. Экострой подает нам слегка теплую воду, оплатим их за горячую. Повлияйте, пожалуйста, на эту компанию, чтобы они работали добросовестно. Что делается для того, чтобы экострой работал на благо крымчан, а не во вред. Помогите найти специалистов, которые профессионально решат нашу проблему. На самом деле, такие специалисты в нашей районной администрации есть. Сложность сегодня действительно есть во взаимоотношениях с данной компанией. Но я уже говорил в предыдущих своих выступлениях о том, что мы сегодня ищем пути влияния на них. И я уверен, что мы их найдем. И постараемся в этом году всем потребителям горячей воды и тепловой энергии обеспечить их предоставление качественной этой услуги. Альянинов Анатолий Тарасович, проживающий по улице Адагумская в доме номер 241 в партии 16, говорит, что в доме нет горячей воды. И все лето ее не было вообще. А когда подали отопление, вода была едва теплая. Батареи тоже, как парное молоко. Он утверждает, что в квартире не выше плюс 19 градусов. У них температура не поднимается. До каких пор будут насморозить и не искупаться нам, и не согреться? Как быть? Ну, я данный вопрос принимаю как информацию руководства к действию. И вот в рамках тех мероприятий, которые мы сегодня проводим по улучшению качества предоставления коммунальных услуг, в том числе будет отработан этот вопрос. Во время нашего эфира подошло к завершению. К сожалению, нам пора прощаться. У нас в гостях был глава муниципального образования Крымский район Анатолий Владимирович Разумеев. Анатолий Владимирович, спасибо вам огромное, что сегодня вы нашли время в вашем плотном графике, уделили нам внимание. Уважаемые телезрители, если у вас остались вопросы к руководителю города, района, мы непременно передадим их по назначению. Звоните по телефону в нашей студии 2 08 18. Всего вам самого доброго. До скорых встреч в эфире. Уважаемые телезрители, вопросов в редакцию поступило очень много, но, к сожалению, время эфира ограничено. Все эти проблемы, которые мы не успели сегодня обсудить, обязательно передадим Анатолию Владимировичу. Ответы смотрите в наших дальнейших программах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова